Маленький Алексей стесняется при виде камер, отвечать на вопросы. За него это делает мама. Вот уже два месяца она вместе с сыном находится в одной больничной палате. 4 сентября во дворе дома первоклассник попал под колеса машины. Автомобиль не просто сбил, а переехал школьника передним колесом. Как говорит Наталья, тот страшный день почти не помнит и вспоминать не хочет. Ну больничный, 15 дней первые плачиваем, а сейчас на свой счет сейчас сижу. Не надо ребенка поднимать. Доктора вообще замечательные. Доктора у нас золото. То есть руки золотые, ребенка, видите сами, поставили на ноги. В руках врача толстая папка со снимками Алексея, черепно-мозговая травма, перелом костей таза и голени. Пять операций с применением различных технологий. Где-то видны искусственные крепежи и стержни. Свою роль они уже выполнили и удалены. Завтра школьника ждет, как надеются врачи, последняя операция. Из его ноги извлекут стальную спицу. Ну а дальше восстановление в отделении неврологии. Я вам не могу сказать на данный вопрос, обойдется без инвалидности или нет, но реабилитационные мероприятия ему потребуются однозначно. Лечиться, я думаю, что он будет уже в отделении неврологии в дальнейшем, под присмотром докторов-неврологов. В реабилитацию в первую очередь входит занятие ЛФК с инструктором ЛФК, наблюдение невропатолога, определенные препараты. Окончательного диагноза врачей ждут и полицейские. По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты допрашивают свидетелей происшествия, а также проводят различные экспертизы. В том числе и следует автомобиль, под колеса которого попал ребенок. По предварительной версии, виновником происшествия является водитель. В настоящий момент уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть это у нас нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью человека. В данном случае вот этого несовершеннолетнего. В соответствии по ней санкция максимально до 2 лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения управления транспортным средством до 3 лет. Что же касается маленького Алексея, то он постепенно идет на поправку. Молодой организм довольно быстро восстанавливается, говорят специалисты. Начать свой учебный год мальчик сможет уже совсем скоро, если, конечно, занятия одобрит врач-невролог. Сегодня я разговаривала с завучем школы, то есть нам предлагают домашнее учение, если это возможно будет. Павел Громов, Алексей Романов, Новости Вологды.